Второй год сотрудники наркополиции показывают ивановцам, что их задача не только бороться с распространением наркотиков, но и заботиться о горожанах. Акция под названием «Мы вас любим» для детей с ограниченными возможностями здоровья прошла перед стенами ведомства. На несколько импровизированных развлекательных площадок пригласили воспитанников Родниковского социального приюта и социальных организаций. Потом фото на память. Я думаю, что детям будет интересно, ну и они почувствуют, что они нам не безразличны. Для малышей пригласили настоящих циркачей из студии Орликина. Чудеса гибкости и умение обращаться с Лассо и Диабло демонстрировали ровесники приглашенных. Шоу получилось очень увлекательным, несмотря на то, что крутить сальто и делать прыжки приходилось на асфальте. Родители малышей остались довольны. Это развивает их кургозор, они видят много нового, интересного, видят, что людям не безразлична их судьба, что для них делают различного рода мероприятия, то есть, что участвуют и власти города, и комитеты по социальному устройству, и прочие службы, то есть, что людям не безразлична их судьба. На второй площадке библиотечные сотрудники учили деток развлекаться интеллектуально. Настольные игры помогают раскрепоститься, пообщаться с новыми людьми и провести время с пользой. Игры – прекрасная возможность приобрести полезные навыки. Дженго – это скорее больше на моторику, на ловкость, на равновесие, на координацию движений. Мы играем с ребятами помладше в игру «Крысы». Здесь и логика должна быть, мы учим ребят рисковать, учим вовремя остановиться. Играем в ответ за 5 секунд. Это игра на реакцию, на умение быстро размышлять, быстро мыслить. В «Активити» – это игра на коммуникацию, на умение выражать свои мысли. Дети чужими не бывают, рассказывают сотрудники наркополиции. И если удалось вызвать улыбку или сделать день счастливым хотя бы для одного ребенка, задача акции выполнена. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.